Здравствуйте! Здравствуйте! Будоражит мелодия, хорошо настраивает на что-то такое большое, важное. И я думаю, мы этим сегодня обязательно займемся. Для меня такое таинственное, и не всегда самое хорошее. То есть разное восприятие одной мелодии, но все равно самое главное, что она будоражит. Здравствуйте еще раз, в студии Лена Овчинникова, Владимир Сметанин. И это дневной разворот в Кирове, как обычно, по средам мы с вами. Да, спасибо большое кировскому ССК, мы очень рады, что они наши спонсоры. Ребят, вам работы и хороших квартир. Ну и, пожалуй, можно еще вспомнить о том, что сегодня последний день зимы, можно нас всех поздравить с этим. Ура! У меня завтра еще день рождения дочери. Вот так вот. Ага, то есть масса событий. Отдали международные женские идеи и так далее. Да? Ну давайте мы займемся. У нас времени дофига, давайте до Нового года 2013 поговорим. Ну что ж, давайте будем переходить к темам. У нас сегодня темы, на мой взгляд, жутко интересные. И несмотря на кажущуюся малость, они, по-моему, глобальные, потому что касаются чести, совести, сострадания, касаются очень многих человеческих положительных качеств, и мы будем об этом говорить. Ведь мы будем сегодня говорить о любви с животным, в частности, к лошадям. Причем каким животным? Грациозным. Грациозным. Вообще, красивейшим. Умнейшим. Вот вы знаете, для меня, вот в ранге, да, вот в такой сетке деления красоты животных, это лошадь, вот, хотя они меня почему-то кусают, вот, и собаки, в смысле доги. Вот, когда я вижу ринг догов, я замираю, у меня вот по грациозности, они как лошади, вот, поэтому два красивейших существа, лошади и собаки, пород и дог. Вот у меня такая градация, хотя не скрою, вообще, они все чудные, все совершенно чудные, даже где-то в крокодилах что-то есть, хотя они такие мерзкие. Я очень часто руководствуюсь поговоркой, мы в ответе за тех, кого мы приручили, и братья наши меньшие все, и нужно к ним относиться. Ну что ж, давайте мы заранее сообщим телефоны, потому что, я очень надеюсь, что вдруг у кого-то из наших радиослушателей появится хоть какая-то мысль, она может появиться, она может появиться, вот, знаете, как идея, как предположение, что делать. Вот сейчас люди взрослого поколения, да, наверное, и многие, слушайте, вот, вам, наверное, где-то в Володе около 30, вот, скажите, пожалуйста, когда-то, вот, знаете, была такая дворовая песня про то, как шел корабль, потом он затонул, а в трюмах корабля стояли лошади. Не было таких, а вот в нашем детстве, да, и потом, потому что было, вот, тысячи лошадей, подков четыре тысячи, и вот, и когда ночь корабль утонул, и вот, и заржали кони, возражая, да, вот, тем, кто в океане их топил. Я уже начал любить эти песни. Ну, такие кривоватые, конечно, слова, но такая слезливая идея. Собственно говоря, мы сегодня говорим об этом. Ситуация складывается так, что буквально на днях, может быть, завтра или послезавтра, сотня коней, сотня лошадей, племенных, породистых, стоящих на кировской конюшне, могут быть отправлены на кировский же мясокомбинат. Бодрым строем, как конница буденного, 100 лошадей, на убой, на колбасу. Вот такая ужасная история, в начале которой все развивалось достаточно грамотно. Давайте я назову номерой и представим нашего гостя. Номер нашего прямого эфира 708-502-708-502. И мы предлагаем вам думать, а вдруг что-нибудь у вас появится, кроме того, чтобы поставить вот этот несчастный лошадь на свой балкон. Неравнодушных людей, я думаю, найдется немало. Да, и мыслителей немало. И номер для СМС у нас еще есть 8-909-720-101 и 0. Ну, в общем-то, несложно запомнить. Ну что ж, я зачитающего это начиналась. 18 августа Дмитрий Медведев подписал указ, согласно которому 27 конюшен страны войдут в состав Центрального Московского ипподрома, который затем преобразует в ОАО. Руководители ипподромов довольны. Мера позволит предприятиям, наконец, начинать зарабатывать и развивать бизнес. Начиналось все здорово. В финал, я бы сказала, где-то хочется даже зареветь. И вот сегодня наш гость, наш гость Сергей Степанович Скорик, директор Кировского ипподрома. Давайте будем разбираться. Сергей Степанович, здравствуйте. Мы рады вас видеть. Мы рады вас видеть. Здравствуйте. Да, вы вчера несколько сопротивлялись, считая, что разговор, возможно, преждевременный о том, о чем мы будем говорить. Но все-таки давайте поговорим о ближайшем будущем лошадей. Их сейчас на Кировском ипподроме, я так понимаю, что порядка сотни голов. Да, да. Точно говорю. И в жизни каждой лошади вы принимали участие? Да. Каждая лошадь вас знакома в лицо, как говорят. Да. Кроме лошадей привезенных. Вот давайте так. Вот вышел президентский указ. И вот передо мной лежит статья, которая освещает это. И как-то так, и все там хлопают в ладоши, руководители госконюшен хлопают в ладоши. Все хорошо, мы будем развиваться. Но они, наверное, в начале 18 августа подумали, что все те лошади, которые у них есть, они перейдут в собственность будущего ОАО. Центральный московский ипподром. Центральный московский ипподром. Но случилось ведь не так. Расскажите, как развивались события? То есть вы тоже думали, что все лошади, все хозяйство перейдет? А получилось? А получилось, ну, если коротко говорить, что исполняется указ президента. Получилось, что под этот указ, под одну гребенку попали все. Кто нужен в обществе ООО, Центральный московский ипподром, и кто не нужен. Из числа 27 госконюшен, есть такие госконюшни, как Кировская. Функции, которые в основном выполняют разведенцию племенных лошадей спортивного направления. Центральный ипподром на сегодня, московский, интересуют те, кто занимается рейсистами, лошадьми, скаковыми лошадьми. То есть, что сегодня дает доход. Разведенция... То есть, подождите, то, что дает доход на бегах, конкурс, скачки, вот это вот все, да, все, что касается непосредственно зрелищного и тотализатора. То есть, да, то есть интересует бизнес лошади. Да, которая принесет доход. Понятно. А у нас ведь нет тотализатора в нашем городе? У нас, по-моему, нет тотализатора. Дело в том, что... Разве так внутри себя только? Наш ипподром уже 30 лет... Долгострой. Долгострой. И 20 лет это незавершенное строительство. На нем ничего не может проводиться в соответствии с законами. Ну, имеется в виду спортивные мероприятия. Спортивные мероприятия. Он не готов просто к ним. Не до дела. Мы их проводим. Проводили. Но что-то здесь организовать о каком-то тотализаторе, он только сейчас еще разрешен на центральном ипподроме, а в нас, на наши незавершенки, это невозможно. Да это невозможно пока, да. И что же, как происходило, вот что произошло после того, как вышел указ? То есть нормальному человеку, казалось бы, да, у нас есть 120 голов. И все они, поскольку это и племенное разведение, да, это те же лошади, которые кто-то покупает. Они куда-то... Ваши же лошади тоже потом могут участвовать в бегах? Или здесь тренируют? Смотрите, вот помните знаменитейшие изятские тройки? Мы же были чемпионами везде и всюду. Это была красота несусветная. Я помню, у меня в глазах стоят кадры. Три белых коня, да, вот как в фильме. Это безумная красота, реально. Это очень красиво. И получилось так, что вот в это ОАО, в центральную конюшню взяли, очень далеко не всех. А сколько взяли? 15? На сегодня еще ОАО не создано. Да, проблема еще в том, что... Нет, мы говорим о перспективах. Мы говорим о перспективах. Почему? Но уже ведь есть отбор. Есть отбор. Есть уже. Кого отобрали? Сколько? Сколько хотел сказать человек? Это еще тоже неизвестно. На сегодня вот только буквально будет распоряжение Росимущества о передаче всего имущества по указу президента в ФГУП, центральный ипподром. Нет, давайте вот подчеркнем, что такое имущество. Это не лошади. Это строение, здание, ипподром, пастбище. Что у вас еще есть? Лошади относятся тоже к ближнему имуществу. И просто эти вопросы раньше не было с кем решать. Очень долго решалось о передаче всего имущества Кировской гостинюшни в областную собственность. Подождите, вот этот вопрос мы обсудим потом. Давайте вернемся к тому, почему же сотня лошадей осталась без ничего. Потому что был произведен отбор животных, которые предположительно. А как? Вот 15 этих лошадей, которые... Поясните. Очень просто все. Часть указа президента, некоторые пункты выполнены очень четко, своевременно, почти в сроки указаны, назначены президентом. Там для всех назначены сроки, для всех заинтересованных лиц, для всех, кто в этом участвует. Дрожье имущество, Минсельхоза в основном, налоговая инспекция, но в основном это Минсельхоз. Что касается первых пунктов о ликвидации учреждения, это выполнено. Что касается последнего пункта указа президента, где тоже говорится о сохранности, обязательно, сохранности поголовья лошадей, оно и не выполнено, но нет решения ликвидировать. Это слухи, ликвидировать, убрать на мясо комбинат. Это домыслы от людей. Подождите, 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 извините, я вас перебью. Вот на каком этапе. Сегодня мы говорим о ликвидации госконюшни, о передаче животных. О реорганизации, точнее. Нет, ликвидация. Это не это самое, это не то. Мы говорим о ликвидации. Мы сегодня говорим о животных, которые, вот я считаю, что у них есть проблема. Я понимаю, что вы человек, находящийся на руководстве пока еще госпредприятия. И вы, естественно, обязаны, вынуждены и так далее подчиняться распоряжению президента страны. Но есть иной эмоциональный ряд. То есть люди, которые работают на конюшне, они рассказали, что 15 из всех тех, что стояло на конюшне, лишь 15 отойдет ведомство, собственно говоря, под крыло этого центрального ипподрома. Вопрос, куда денутся остальные лошади. То, что вы сейчас сказали, да, прописано, президентам прописано, что лошади не должны погибнуть, ими должны заниматься. Мы сегодня обсуждали с вами этот вопрос. Я вам сказала, любимое слово у губернатора, ну, любимое в кавычки стало, любимое слово у губернатора – патернализм, да. То есть, коротко, это размазывание ответственности между всеми подряд чиновниками. Вот если бы в указе президента содержалось на губернаторов областей, возлагается на руководителей управления департаментов и причисления, да, возлагается ответственность на сохранение поголовья, вот тогда я понимаю, да, лошади не стало, я знаю, здесь кто-то ответит. А тут, ну, кто-то должен не допустить. А кто тут должен не допустить? Ищи потом виноваты. Губернатор? Ну, давайте губернатору еще, да, лошадей спасать, он к себе их туда уведет и поставит у дома, и будет мало ему, да? Вы немножко не владеете информацией. Дело в том, что от губернатора, от бывшего губернатора, от 2003 года были письменные запросы на правительство Российской Федерации, на президента. Вот, подождите, подождите, нет, я рассказываю о сегодняшней ситуации. А вы теперь говорите уже о том, что вы пытались сделать вот в течение последних лет, в течение вот после того, как вышел этот указ президентский, что вы пытались сделать для того, чтобы спасти, к кому вы обращались. Я как раз говорю, что вы не сидели, сложа руки, вы как раз бились за то. Вот к кому вы обращались, вот то, что вы говорите. И, собственно говоря, начиная с Николая Ивановича Шаклеина. Да, и когда эта борьба началась, вот эта? Это, нет, они вначале, насколько я знаю, разговор изначально шел о том, чтобы вот эту госконюшню передать в собственность области. Так было, да? В областной, да. Так было, да. Вот, а что сейчас, к кому вы обращались теперь? Очень долго решался вопрос, появился указ президента. Все, остановили передачу. Буквально 26-го... А передача уже в областное, уже шло? То есть механизм был запущен, да? Механизм запущен. То есть федеральное переводилось в областное имущество. И все были вопросы в соответствии с просьбами правительства областного, неоднократными просьбами. И последняя просьба уже теперешнего губернатора от 26-го, 27-го декабря 2011-го года. Еще письмо, оно есть в меня. Просьба передать в областную собственность все, что есть. Москва готова передать лошадей без имущества. Такое письмо тоже есть. Ну, без имущества давайте будем лошадей, потому что вы скажете, что лошади тоже имущество, давайте лошадей будем называть лошадьми. А имущество это конюшни, это выпасы, это... Их где-то надо, право, их где-то надо содержать. Вот это имущество, именно об этом имуществе. То есть вот знаете вам лошадей, да? Вот мы 15 себе забрали, а сотня у вас осталась. Вот нам, боже, дачи нам, не гоже. И вопрос, а куда их? Вот к себе, мне жалко. К себе на балкон, так у меня балкона нет, начали балкон, надо построить. Вот в чем вопрос. Вот мы в чем сегодня разбираемся. И, насколько я знаю, все-таки вот наибольшая ответственность за сбережения, поголовьи и так далее возлагается на определенные департаменты. Поэтому... Министерство сельского хозяйства. Сельского хозяйства. Вот приоритетное направление было физкультуры и спорт. Наши? Вот я знаю, что... Они в стороне не стоят. Они в стороне... Они очень хорошо по своей линии нам помогают, участвуют. Заниматься разведением они не могут. По линии спорта... А вот давайте выслушаем. Вот как доказательство того, что вы искали любые выходы для того, чтобы сберечь свое поголовье. Я говорю, что в сотне лошадей, вы знаете, все их в лицо, да? Сберечь. Вот сейчас у нас на связи Светлана Медведева, и она расскажет, она подтвердит, она подтвердит то, что... Действительно, к ней обращались, что она думает по этому поводу, о том, что проводилась работа. Ну что ж... Слушателем, может быть, сначала. А у нас слушатель есть. Да, слушатель на линии есть. Алло. Алло, здравствуйте. Алло, добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут, скажите, пожалуйста. Меня зовут Ксения. Ксения. Здравствуйте, Ксения. Вы понимаете, о чем у нас здесь идет речь. Вы, видимо, хотите что-то сказать по этому поводу. Да, конечно. Мы вас слушаем, да. И тему не можешь не тронуть, потому что, вы знаете, есть такая мысль. Секунду, сейчас с вами поделюсь. Вот на данный момент у вас сидит гость, да? Да, да, да. Он искал различные варианты. Вот. И я предлагаю сейчас просто пока не перекидывать там от одного чиновника к другому чиновнику. Мне кажется, просто сейчас нужно конкретно поискать спонсоров и организовывать частные конюшни. Потому что ведь значение лошадей не только в красоте, но и куча детей, например, могут лечиться. Ну да, это ипотерапия так называемая. Вариант, да, это ипотерапия, да. Да, и понимаете, и я не знаю, различные, например, модельные агентства привлечь, так как у них обучение идет верховой езды. То есть различные вот эти варианты поискать. Потому что сейчас, я так понимаю, вот после этого указа, знаете, переведем, да, от одного чиновника к другому и так далее. То есть это смысла нет, это какая-то игра в одни ворота. Поэтому просто сейчас конкретно ищем спонсоров и организуем нормальные вещи. Ксения, спасибо. Ксения, спасибо вам большое. Привет вашему чаду, который там. Я раскрою тайну. Я узнала по голосу. Ксения живет в том доме, где живу я. Это очень инициативная молодая девушка, которая, знаете, вот все дворы, вот детишкам негде гулять, вот какие-то там песочницы, все заплевано собаками, загажено. Она поставила все это на такую основу. Взяли сетку-рабицу своими силами, сделали достаточно значительный участок во дворе. Бабушки вначале ругались, но потом перестали ругаться. Затянули сеткой-рабицы, повесили дверь, замок. Вначале было как-то так, знаете, анклав такой, да, а потом горки, елочки, какие-то Деды Морозы. И гуляют дети, абсолютно чистой стерильной территории. Там никто не выпивает, не бросает окурки, не забегает собаки. Вот. У Ксении реально что-то вот в голове все время вот, да. Сергей Степанович, по поводу частного капитала в этом деле, что вы думаете? То, что предложила Ксения. Ну, вы постоянно меня недослушиваете. Ага, извините. В том числе по поводу даже губернатора Светланы Медведевой. Пока это федеральная собственность, они работают в соответствии с нашим российским законодательством. Они нам никак не могут помочь. Последнее письмо губернатора я вам уже сказал. Он готов, он просит, дайте мы здесь вопросы будем решать себя в области. Пока федеральная собственность, губернатор законный тоже не перешагнет. Никто их не перешагнет. На завтрашний день уже может будет готово новый собственник лошадей. То есть ООО, центральный ипподром. Там будут работать, я надеюсь, специалисты, которые не гребут все подряд одной гребенкой, что всех или к нам, или ликвидировать. А все-таки они прекрасно понимают, что все виды спорта начинаются в том числе с глубинки. И мы будем сохранены. Указа о ликвидации лошадей нету. Пока нет. Нету с кем решать вопросы, как взять, даже вот... Как передать этих лошадей, это нет законодательной базы. Спонсорам тоже их надо передать. Это федеральная собственность. Сначала надо определиться с владельцем собственника. Беда в том, что вот на этот период перехода от федерального учреждения в другую форму собственности, реорганизации, есть конкретные люди, конкретные ведомства назначены, кто должны обеспечить содержание этого времени. Вот в том-то и беда, что сейчас может быть ликвидация по той причине, что некому будет ухаживать с большими людьми. Два месяца нету зарплаты. Кто-то не выполняет свои обязанности, не финансируется. А штат уменьшился? Штат, естественно, уменьшился. Потому что не все выдерживают работать при средней зарплате 6-8 тысяч и еще два месяца без зарплаты. На подножный корм? Есть частники, есть государство. Подождите, извините. Правда ли говорят, что сотрудники, вот вы сказали, сотрудник конюшни получает, работник конюшни получает 6-8 тысяч рублей, а на прокорм лошади ежемесячно уходит 5? Зачем мне сочинять? Так и есть. Нет, я не говорю, что, господи, вы сочиняете. Я подстраховалась по вопросу размера обеспечения лошади. То есть человек, который ухаживает за лошадью, работает, создает, формирует такое красивейшее животное, ухаживает за ним, он получает 6. А лошадь, ну, красивейшее животное, 5. Нет, я за лошадей. Но зарплату хочется людям побольше. Давайте мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, очень скоро вернемся. У нас был небольшой перерыв. Это дневной разворот в Кирове в студии Елены Обчинниковой и Владимир Сметанин. А мы же вернулись. Мы вернулись. Дневной разворот в Кирове, да. Собственно, никуда и не уходили, честно признаться. Да, кроме как за чаячком маленько. Ну что ж, возвращаемся к нашей теме, теме лошадей. Начну с эмоциональной стороны вопроса. Я думаю, что вполне, вот как вариант, мы можем увидеть на днях или немножко попозже 100 голов лошадей, которые гонят на мяскомбинат. Я говорю, это самая ужасная картинка, которую я из этой ситуации для себя представила. Поэтому, собственно говоря, мы взяли эту тему. Мы сегодня говорим о том, что указом президента от 18 августа госконюшни, вот та, что у нас рядом с ипподромом, они передаются в вновь сформированное... Будет новый собственник. Да, будет новый собственник. О, центральная... Московская. Центральный московский ипподром. Центральный московский ипподром. Но, вроде начинание очень неплохое, да, вот все эти госконюшни едва выживали, едва выживали. Не на чем было зарабатывать деньги, были сложности, вот, и, казалось бы, вот реформа, реструктуризация, изменения, они на благо. Но выяснилось, что, я говорю, я повторяю, как вариант, что из более чем сотни голов, вот, в центральный ипподром уйдут десятки или два десятка. Наших лошадей. Намного меньше. Намного. Десятая часть наших лошадей. Куда девать остальных? Вот вопрос. Областное правительство обращалось к федералам с просьбой. Передайте. Передайте к нам, по-моему, да, я забыла, у нас гость Сергей Степанович Корик, это директор Кировского ипподрома, обращались с просьбой к федералам передать на областной бюджет вот эту госконюшню, правильно? Это было, да? Да. Это было. Но, насколько я понимаю, сегодня предлагают забрать лошадей, но оставить имущество. Имущество это в виде конюшни, это всевозможные постройки, это пастбище, да, и все, вот все эти площадки, которые там есть. То есть они остаются за центральным ипподромом, а нам просто лошадей. Большой вопрос. Это не сто очаровательных пуделей, баллонок, чихуахуа, которые в кармашек посадил, в носик полюбил, унес домой и тихо жизнерадуешься. Это лошадь. Большое животное, на содержание которого нужны серьезные деньги, и его еще нужно куда-то поставить. И самое главное, что у этих животных, у них так устроен организм, они не могут находиться без движения. Лошадь все свои потребы, все потребы организма, кроме еды, выполняет на ходу, без движения. Все остальное не сделаете, правильно говорю? В принципе, да. Это будет фраза, она, я не знаю, для кого-то она может быть не самая корректная, не самая хорошая. Но я все-таки произнесу. Когда я поняла, как живут лошади, я писала статью, был один уникальный случай, один совершенно уникальный, на мой взгляд, случай, когда тракторист, по-моему, в Дороничах, гонял лошадь с ребенком. Девочка-наездница сидела верхом, и тракторист просто от человеческой злобы начал гонять по трассе лошадь, и лошадь упала. И когда лошадь увидела, что трактор летит на нее, животное встало на переломанные ноги, поднялось на переломанных ногах, и девочку вытолкнуло с дороги на поле, для того, чтобы трактор не наехал на ребенка. По-моему, это характеризует определенную степень лошадей. Очень, история такая, да. Да, чудовищная история. И, кстати, здесь, да, мы помогли найти правду и справедливость. Вот. И, да, вот я тогда написала фразу, вот описывая этот случай, что бегал и весело пускал газы. Вот животное, ему необходимо колоссальное количество движений. Правильно я говорю? Правильно. Вот. То есть животное стоящее, оно очень быстро умирает, да, у них проблема начинается с легкими. То есть они дышат, они продыхиваются на бегу, они все делают на бегу. Поэтому, знаете, вот такая идея, что разобрали по домам, вот она здесь не пройдет. Это история глобальная. Давайте еще раз озвучу наши номера. Да-да-да. Все-таки нам нужно еще послушать комментарии специалистов. Они у нас есть. У нас очень много специалистов. Да, 708-502, телефон нашего эфира, 8-909-720-101-0, номер для СМС. И вот мы уже анонсировали Светлану Владиславовну Медведеву. Да, почему мы, кстати, анонсировали Светлану Владиславовну? Потому что все-таки в указе президента сказано, поголовье сохранить, да. И я знаю, что приоритетные, приоритетные задания, да, вот это управление сельского хозяйства или департамент сельского хозяйства, это управление или департаменты по физкультуре и спорту. Ну, и вот чтобы доказать реально, да, что Сергей Степанович Скурик непосредственно, лично и по всему обращался к людям для того, чтобы, не дай бог, что случилось, и спасти лошадей. Вот сейчас у нас в эфире Светлана Медведева, начальник управления по физкультуре и спорту Кировской области. И вот она скажет все, что думает об этом вопросе. Да, пожалуйста. Мы неоднократно просили у федералов передать ГЗК Кировское с ипподрома в собственность Кировской области. Там, возможно, были два варианта. Либо под департамент сельского хозяйства, либо под управление по физической культуре и спорту. Планы правительства были все-таки под управление по физкультуре и спорту. Но это значит, что племенное разведение – это не спортивная задача. Спорт чисто разведением никогда не занимается. И вообще разведением лошадей не занимается. Если мы говорим о развитии детского спорта конного, то у нас на сегодняшний день официальный контракт с частной конюшней в Дороничево. Именно там у нас развивается детский спорт в рамках нашего областного учреждения «Вятская детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва». Именно с этой конюшней мы реализуем проект «Вятская лошадка». Ну, не один десяток писем, наверное, был написан федералам. Все-таки федералы приняли решение, что это будет федеральное учреждение. И в таком случае нам очень сложно тут как-то влиять на ситуацию. Практически невозможно. То есть если это федеральное учреждение, они принимают решение о профильности деятельности своего учреждения. То есть либо это разведение, либо это спорт. И принимают решение, какие лошади там им нужны и как они будут содержаться. Это была Светлана Александровна Медведева. Да, начальник управления физкультурой и спорта Кировской области. И мы поняли вот что. Мы поняли вот что. Что управление физкультурой и спортом занялось бы спортивными лошадьми. И я знаю, что Светлана очень любит лошадей. Но племенное разведение, то, которое... Вот неотделимая часть. Вот для меня это сравнение. Да, вот когда цирковой ребёнок, как говорят, родился в опилках. Едва он начинает подниматься на ножки, его выставляют на арену. И племенное разведение лошадей невозможно без того, что вот появился же ребёнок на свет, да. И его не выставить... Как называется это вот? Куда его выводят, чтобы он бегал, скакал, набирал сумму? Развивался. Да, чтобы он развивался. Сначала с мамкой на том месте, где он родился. Так это понятно. В течение недели, если позволяют погодные условия, уже на улицу выводят. Солнышко, всё. Если холодно, это по конюшне. У нас манежа нету, мы так с ними занимаемся. Ну, то есть, вы знаете, спортивные лошади возможны как таковые отдельно существовать, но если есть племенное разведение лошадей, тут невозможно не заниматься тем, чтобы эти лошади проявляли себя изначально, практически через неделю от рождения, как спортивное существо, правильно? То есть вот это невозможно разделить или возможно всё-таки? Допустим, спортивные кони, да, исключительно в физкультуре и спорту, значит, а те, которые племенные жеребцы, кобылы, их же в другом подразделении... А, кстати, если по породам определиться, вот спортивные это кто? Спортивные это кто? Да, мы напоминаем, что у нас... Какие породы? Сергей Степанович Скорик, это директор Кировского ипподрома. У нас есть вопросы такие, знаете, для вас, наверное, дурацкие. Спортивную лошадь можно назвать ту лошадь, которая показывает очень хорошие результаты в спорте, независимо от своего происхождения, от пароли. Не, ну допель-пони, допель-пони она же не вот. Для них тоже есть свои соревнования, и они там показывают результаты. А, замечательно. А дело в том, что разведенцы, как мы, они ещё в утробе матери, селекционеры, закладывают то, чтобы получить хорошую спортивную лошадь. Спортивную лошадь можно и купить, чтобы устраивало все виды спорта, конный вид спорта, они могут купить. Мы занимаемся разведением. То есть у вас своё, это ведь дешевле. Это ценность. Это трудно, это дешевле. Да, это наша областная ценность, и для России составляет ценность наши маточные поголовья, потому что оно очень высокого уровня и конкурентоспособное. Необходимо одно условие, создать условия для нормальной работы с этими лошадьми. А это, собственно говоря, центра. А это вот к департаменту сельского хозяйства ближе, да? Да, тут бы и получилась совместная работа. Хорошо. И спорт, и сельское хозяйство, и работа коллектива. Вот как раз-таки есть у нас сейчас возможность пообщаться. Да, у нас сейчас есть возможность пообщаться на эту тему. У нас на связи Алексей Котличков, зампредправительства Кировской области и глава департамента сельского хозяйства и продовольствия Алексей Алексеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Мы рады вас слышать. Да, мы предупреждаем наших радиослушателей, что человек находится в Татарстане и передвигается по Казани, по-моему, да? Ну, где-то далеко. По территории. По территории, да. Поэтому шум машины, и поэтому, если уж будет такая связь, ну, мы рады, что вы согласились с нами поговорить. У нас к вам вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вот расформирование вот этой структуры, как госконюшня, да, что может быть вот с теми лошадьми, которые остаются? Ведь все-таки племенное разведение. Гигантское количество абсолютно породистых лошадей, уже с заложенными определенными данными, да, как спортивные кони. Это красота, это все. Вот есть ли у вас какие-то соображения на эту тему? Можете ли вот чем-то помочь? Мы сейчас говорим о делении, да? Медведева Светлана Владиславовна сказала о разделении, да, спортивного и разведенческого, да, вот два направления. Племенной работой и спортивной. Вот департамент сельского хозяйства, как один из претендентов на то, чтобы помочь. Вот у вас есть какие-то мысли по этому поводу? Да, конечно, есть, и мысли не только у меня, мысли у губернатора. Как для сельского хозяйства эти лошади, они ничего не представляют, они не востребованы. А как для развития спорта, здесь определенная ценность есть. И для сохранения маточного поголовья, как для работы на рынке. Рынок, это и есть востребованность в товаре, значит, можно этим заниматься. У нас есть обращение от департамента в министерство сельского хозяйства. Ну, конечно же, есть обращение от губернатора нашей области, Никита Юрьевич Белых, обращение в Росимущество, передачи этого комплекса, то есть и лошадей, которые остаются от соединения или вновь создаваемого акционерного общества, Московский ипподром, о передаче всего комплекса, то есть конюшня, земля, лошади, остающиеся в областную собственность. Такое идентичное обращение есть, как я сказал, в министерстве сельского хозяйства от нас и есть от губернатора в Росимущество. Ответа пока нет. — Ясно. Ну что ж, мы напоминаем, что у нас на связи был Алексей Кириличков, зампред правительства Кировской области и глава департамента сельского хозяйства. Ну, собственно говоря, ответ пока малоутяжительный. С чего мы начали к тому и вернулись, еще не отвечено на этот вопрос, на поставленный жесткий вопрос, да, отдайте в областное имущество все, что есть на конюшне. И мы сейчас попробуем связаться с начальником управления охраны и использования животного мира. Вот есть надежда, что он сейчас выйдет с нами на связь, мы с ним поговорим, потому что, честно говорю, что Сергею Геннадьевичу Черкову у нас есть выход, есть звонок. Алло. — Да-да. — Алло, Сергей Геннадьевич, здравствуйте. Я напоминаю, что у нас на связи начальник управления охраны и использования животного мира Сергей Черков. Сергей Геннадьевич, у нас к вам вопрос. Вот на сегодняшний момент достаточно остро стоит вопрос о том, что сто, сотня лошадей из Кировской госконюшни могут быть, могут быть, и с большой долей вероятности отправлены на мясокомбинат. В связи с реформой вот этой вот структуры, скажите, пожалуйста, вы человек, главный человек в Кировской области, который отвечает за сохранение животного мира. Я понимаю, что вы, может быть, услышали об этом впервые вот сегодня от нас. Вот что вы можете сказать? Может быть, какие-то идеи? Как сохранить животных? Да, и Сергей Геннадьевич, у нас не так много времени, к сожалению. Лена, я что хочу сказать. Проблема, наверное, коль вы ее скоро обозначаете, существует. Надо ее изучить. Я действительно сам являюсь тоже большим любителем лошадей. Но надо изучить эту проблему и понять, насколько она зависит от наших принимаемых нашим управлением решений. Я думаю, что у нас вообще-то управление занимается диким животным миром и сохранением среды обитания, которая находится... Сергей будет стыдно подумать о том, что управление не занималось животными, которых потом съели. Мы животными занимаемся, Лена, но у каждого управления есть своя компетенция. Я понимаю. Поэтому я готов изучить эту проблему и, что зависит от нашего управления, подключиться и сделать. Вы сделаете. Вот это очень хорошо. Хорошая позиция. Слава богу, да. Вот первый человек, который совершенно четко, внятно, не деляно-спортивное и племенное разведение, сказал, что будет... Спасибо, Сергей Геннадьевич. Мы напоминаем, что у нас на связи был начальник управления охраны и использования животного мира Кировской области, к которому относятся и лошади на конюшне. И дикие животные и так далее. И всякие животные. Ну а в студии у нас Сергей Скорик, директор Кировского ипподрома. И нам уже пора завершать нашу беседу. Нам уже пора обращаться. Спасибо, что вы к нам пришли, озвучили идею. И я думаю, что сегодня тысячи людей озадачились и задумались над тем, как спасти этих красивейших, самых красивых, на мой взгляд, в мире животных. Спасибо. Спасибо, мы с вами прощаемся. До свидания. До свидания. Ну мы уходим на перерыв и вернемся во второй части. Да.